Привет всем, вы на канале Техноэрудит, меня зовут Андрей и это очередное видео из рубрики «Мысли вслух», в котором я хотел бы порассуждать о перспективах водородного транспорта. Вот мы говорим, транспорт на водородных топливных элементах, топливные ячейки. А что это вообще такое и как оно работает? Я постараюсь ответить на этот вопрос простым языком. Так вот, говоря максимально просто, блок топливных ячеек это не что иное, как химический генератор, преобразующий водород в электроэнергию. Внутри топливной ячейки водород соединяется с воздухом и на выходе мы имеем электроэнергию и воду. Но есть и обратный процесс, при котором производится водород из воды. Он называется электролиз. Под воздействием электричества вода расщепляется на водород и кислород. Но для того, чтобы производство водорода было по-настоящему экологически чистым, рекомендуется, конечно же, использовать экологически чистые источники электроэнергии, солнечные панели или ветряные генераторы. Но водород можно производить путем брожения, что более экологично, ведь для этого не нужно использовать вообще никакую электроэнергию. И по большому счету, любой транспорт на водородных топливных элементах это электротранспорт. С той лишь разницей, что электродвигатель питается не от элемента питания, то есть аккумуляторной батареи, а от топливного элемента, то есть блока топливных ячеек. Которые, кстати, могут работать очень эффективно. Например, у автомобиля Toyota Mirai КПД топливных элементов составляет 83%. Выработанная с такой степенью эффективности электроэнергия питает не менее эффективный электромотор, и автомобиль едет. С инфраструктурой для такого транспорта тоже все достаточно просто. Заправочную станцию можно поставить рядом с естественным водоемом, откуда будет браться вода, поставить рядом ветряной генератор и производить водород. Но так получилось, что транспорт на топливных элементах на сегодняшний день снискал меньшую популярность, чем электротранспорт на батарейках. У нас есть легковые водородные автомобили, самые популярные из которых это Toyota Mirai и Honda FCX Clarity. В Китае собираются создавать автобусы на топливных элементах, и компания Boeing еще в 2008 году создала самолет на водороде. Да и автобусы на водороде не только китайцы делают, но и например Mercedes. Но рядовому потребителю конечно более интересны легковые автомобили. И хотелось бы сравнить Honda FCX Clarity и Toyota Mirai. Казалось бы это одинаково работающие автомобили, имеющие на своем борту блок топливных ячеек и баллоны с водородом. Но принцип их действия разный. У Хонды все относительно просто. Есть баллоны с топливом, топливный элемент и электродвигатель, приводящий автомобиль в движение. Тойотовцы же, создавая свой автомобиль и выпустив его в 2014 году, не просто так назвали свой автомобиль Mirai, что в переводе означает будущее. В будущее они заглянули еще более далеко. Дело в том, что Mirai это гибридный автомобиль, созданный по уже обкатанному шаблону Prius. С той лишь разницей, что вместо топливного бака и ДВС, там баллоны с водородом и топливный элемент. В платформе Mirai предусмотрен небольшой аккумулятор, который заряжается в процессе работы топливного элемента, а зарядившись, позволяет работать бортовым системам автомобиля без потребления топлива. Например, во время простоев, когда требуется работа кондиционера или медиасистемы, топливо может не потребляться. Также и во время движения, в случае если этот аккумулятор заряжен, достигается экономия топлива. Ведь все вырабатываемое электричество будет направляться к электромотору. Работа фар, климат-системы, навигации и других элементов обеспечивается за счет батарейки. Также от этого аккумулятора может питаться и электромотор при движении на малых скоростях. То есть все как у Prius. Вот так вот заглянули в будущее тойотовцы. Стоит еще, наверное, упомянуть, что водород можно использовать еще и как горючее топливо. И такие примеры тоже есть. Например, у BMW был водородный вариант автомобиля 7 серии с двигателем внутреннего сгорания, работающим на водороде. Но как не трудно догадаться, такой вариант использования водорода с экологической точки зрения хорош только потому, что водород это возобновляемый ресурс. Ну а на этом все. Если все вышесказанное показалось вам слишком очевидным или неинтересным, то не обессудьте. Это всего лишь мысли вслух. Вы можете посмотреть видео из других рубрик на моем канале. Подписывайтесь, будет интересно.